Они шли к этому событию целых 11 лет. В Дворце Творчества Детей и Молодежи собрались те, кто все эти годы усердно трудился и показал блестящие результаты в учебе. К примеру, выпускница школы номер 48 Лена Носова по русскому языку набрала 91 балл, а также сдавала историю и общество знания. Конечно, общество знания немножко подвело, все-таки ты вкладываешься в этот предмет, но я думаю, что справилась на ура с русским языком и с историей. Я думаю, что это очень достойные баллы и надеюсь поступить на бюджет. Сейчас я до сих пор на самом деле немножко не сознаю, что все подходит к такому логичному концу, но на самом деле я очень сильно рада. Мне очень приятно находиться здесь среди стольких талантливых ребят. Я знаю, что все очень готовились к своим экзаменам, все получили достойные баллы. И я желаю всем, чтобы все поступили на бюджет, все вышли отличными профессионалами и были суперклассными людьми в своей сфере. Еще одной высокобальницей 48-й школы стала Валерия Долганова. Она решила сдавать химию и биологию, так как в будущем хочет стать врачом. Девушка признается, что хоть все экзамены позади, волнение в этот день ее не покидало. Как сегодня эмоции? Как вообще эмоции после окончания школы? Легкость. Немножко сейчас волнение, потому что уже отошла от школы, от экзаменов, все забыла. И поэтому немножко волнительно вновь увидеть учителей, одноклассников. Но я рада. Считаю, что сдала вполне успешно, набрав по химии и биологии 90 и более. Ожидаемо было? Если честно, нет. Я тщательно готовилась, но сомнения были. В итоге все вышло самым благоприятным для меня образом, я считаю так. В этом году есть и те ребята, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ. Одним из них стал ученик школы номер 43 Евгений Аверенков. Он сдал физику на 100 баллов. По словам молодого человека, у него с детства была тяга к техническим предметам. Какие эмоции были после того, как узнал, что ты набрал 100 баллов? Ну, математика с русским, конечно, я очень удивился. А когда на физику, ну, тут уже словами не передать, какие эмоции были. Удивился, это мягко сказано было. Все были, конечно, радостны. Весь дом стоял на ушах, мы прыгали отчасти, можно сказать. Но он заслужил эти оценки. Он действительно, он работал, учил, старался, занимался. И я считаю, что он достоин этих оценок, этих баллов, которые он получил. Заслуженно. В этот день со сцены Дворца Творчества прозвучало много добрых слов. Со словами поздравлений к ученикам обратились первые лица города. Что вам хочу пожелать? Конечно же, чтобы все ваши планы реализовались. Чтобы вам сопутствовал успех. Чтобы вы получили ту профессию, к которой вы стремитесь. И, конечно же, я хочу, как и вся моя команда, чтобы вы вернулись в свой родной город, потому что будущее за вами. Сегодня это для вас одна из главных побед в вашей жизни. Я хотел бы пожелать, чтобы такие победы всегда преследовали вас, были очень удачными. И вы всегда добивались всех поставленных целей. В этом году 11 классов закончило 423 ученика. Количество золотых медалистов – 24, а также 14 серебряных. Как отмечает начальник управления образования, уровень подготовки выпускников значительно вырос по сравнению с предыдущим годом. Вы знаете, каждый год контрольно-измерительные материалы меняются, и они изменяются, как правило, в сторону усложнения. Поэтому тот результат, который был достигнут в этом году, он заслужен и он высоко ценится по системе. Потому что профильная математика и физика давно уже не было, потому что это технические дисциплины. То, о чем всегда напоминает Алексей Леонидович, чтобы и физика, и математика в регионе развивалась в силу профильности региона и технической направленности региона. Поэтому я думаю, что в этом году ребята очень сильно постарались. Более того, это и заслуга наставников, педагогов. 11 лет позади, но впереди их ждет не менее сложный, но интересный этап в жизни. После того, как пройдут выпускные баллы, ребята будут поступать в вузы нашей страны.